добрый вечер дорогие мои один молодой человек написал там комментарии о том что у него дед жены увидел коран на полке стоящий вместе с евангелием и обвинил его в ереси то есть назвал его неретиком и он просит меня прокомментировать вот это возможность читать коран и как вообще к этому относиться я коран читал четыре раза то есть вот в советское время коран же нельзя было найти никак а потом он начал выходить на русском языке в разных изданиях и я работал тогда в газете и у меня был хороший доступ к магазину книжному тогда все было дефицитом и тем кто в магазине книжным им имел блат было ну в общем в общем было хорошо они покупали полки книг они составляли свою библиотеку и вот у меня такая библиотека была и в ней постепенно появлялся один коран потом второй коран потом третий корана потом еще карташовы по моему вышел коран который посчитали что он какой-то такой совсем самый правильный нет я может ошибаюсь фамилия ну я купил 4 еще раз его перечитал я вам скажу что когда читаешь коран очень много хочется сделать после того как там достаточно много праведных вещей таких и хороших вещей которые действительно люди придерживаясь становятся хорошими людьми но я также прочитал махабхарат у у нее всю конечно ее все наверное невозможно ну где-то тамов 8 наверное прочитал прочитал бхагавад гиту вот ну тору чего ее читать тора и они все в библии ветхом завете вот ну кабалу там но это тоже все на русском языке в общем я религиозные книги читаю нет соврал не читаю давно уже ничего новенького не читал только какие-то комментарии в общем читал для того чтобы как оказалось обрадоваться евангелию потому что когда после всех этих прочтений корана бхагавад гиты значит и всего остального я в конечном итоге и еще раз взял в руки евангелие а я его держал там и в 14 лет у бабушки на старославянском читал и потом периодически и вдруг в какой-то момент я я его взял и она оказалась откровением после занятий йоги после занятий значит бхагавад гиты там и все остальное я вдруг раз открыл что в евангелии это все есть что то что в каране написан то что в бхагавад гиты написан то что значит еще где-то написано в евангелии есть больше того сосредоточено и вот можно так сказать выложено в самом простом и доступном виде ведь невозможно каран прочитать и понять если ты не имеешь к нему комментариев вот не читал к нему комментарии комментарии дают очень многие вы же помните что делятся на на шиитов суннитов и так далее мусульмане ну ну очень много у как и христиан в принципе читаем одно евангелие делимся на много христианство так вот если ты прочитал и не знаешь комментариев то в общем-то ну и что ничего такого не сделал мне каран помог любить своих друзей мусульман знакомых мусульман я знаю что они знают то есть что они исповедуют и я понимаю как они должны себя повести по корану в той или другой ситуации со мной и я знаю как может быть там не обидеть их или не оскорбить а уж как когда в общем-то с ними имею отношение поэтому у меня есть друзья мусульмане есть значит с ними очень хорошие отношения я ничего не имею против что они читают коран а они ничего не имеют против что я читаю евангелие они меня еретиком за это не обзывают но дедушка оказался неправ дедушка-то должен был тогда сесть и поговорить что в коране не так как он считает или что в евангелии не так значит по корану как как ему кажется ну мусульману так кажется иначе можно попасть в ситуации когда тот кто коран читает окажется в мусульманстве христианин когда ты христианин не доказываешь свое христианство любовью а только ненависть в тебе к одним к другим к третьим значит я христианин поэтому все остальные плохие может оказаться что твое христианство вот в таком виде доказывает правоту корана то есть обратно сторону что христиане могут быть злые у меня есть несколько на памяти трагедий где у у одних девочка христианская семья прямо так себя считала вся христианская ушла в мусульманство все там стало ходить в это стало читать и все остальное вот некоторые уезжают даже вы помните что была трагедия с девушкой которые там в сирию поехала в общем ну в общем в общем смотрите если вы такие праведные христиане что можете ругаться на тех кто имеет на полке коран так докажите любовью своею что вы действительно праведные объясните молодому человеку почему преимущество евангелия вот кораном существует а не можете ну а оставьте ему самому в общем-то разобраться поэтому я здесь не помню там имя какое-то немножечко Исмаил в общем какой-то такой немножечко я не запомнил какое имя я на твоей стороне дорогой читай вот читай евангелие читай коран читай потом можешь прочитать махабхарату или веды ну в общем читай как можно больше и каждый раз сравнивай с евангелием и ты увидишь что евангелие это солнышко а все остальное это тени оно так ну вот поэтому у меня и сложилось такое впечатление что остальные религии они такой как детский сад который возрастает до Христа до Евангелия и возрастает где-то успешно где-то замедленно где-то в обратную сторону смущает лукавый этих людей но в конечном итоге все человечество познает Христа и будет христианским я только предполагаю что христианство тоже в какой-то степени изменится потому что сейчас есть примеры христианство не дай бог их иметь так что изучайте мир весь мир интересен изучайте людей и чем мы глубже их знаем в том числе в их религиозных направлениях тем это становится интереснее и тем больше любви к богу что он дал такое разнообразие я когда-то значит увлекался японии вот уж я там перечитал много всего про синта ну и так далее то есть поэтов всяких там так гава а приехал в японию они такие простые как мы вот оказалось что все гораздо проще здоровья всем радости честно такое сказать то вот чтобы утешить и блаженный ищущий вот я что скажу вот блаженный ищущий вот так что ищем ищем где может там и ищем здоровья всем радости аминь ищем ну ищем 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 бы